всем привет с вами канал artmania и сегодня необыкновенные истории про туалетную бумагу про саму именно туалетную бумагу не что то что происходит после нее нет а про саму туалетную бумагу честно говоря никогда не подумала что у меня будет история про туалетную бумагу никогда в жизни подумала на днях я полезла за туалетной бумагой и достала такую странную не запакованную туалетную бумагу там две штучки у меня осталось эту господи думаю откуда она у меня взялась это туалетная бумага думаю такая мы никогда не покупали ее и плюс она не запакованы думаю что это такое откуда она стала вспоминаю думаю что такое откуда и вспомнила как в сочи когда мы отдыхали с мужем это Это было уже, наверное, года, нет, подожди, лет, года 3, нет, года 4-5 назад. То есть, представляете, она до сих пор лежит у меня, до сих пор. Обычно муж покупает, покупает, а когда вот срочно заканчивается, я начинаю доставать свои запасы. Когда вот срочно не успел, там та-та-та, и достаешь. Вдруг вспоминаю, как мы с мужем ездили в Сочи, мы отдыхали в Сочи, в гостинице «Жемчужина», наверное, кто-то ее знает. Это самая такая в Сочи ходовая гостиница, в которой могут отдыхать разные певцы, там, короче, там много-много кто. И она такая, считается, самая дорогая, ну, может, не самая, конечно, но довольно дорогая. У нее прямо, от нее сразу идет парк и море. То есть, от нее, там, от гостиницы море, там метров 100-150, где-то так. Кстати, я вот сейчас вижу, у меня здесь магнитик есть. Магнитик есть, вот она. Мы же привозили, ездили. Вот она есть. Там написано? Сочи, да, гостиница «Жемчужина». Написано сбоку. Так, сейчас, вот-вот-вот-вот, не вижу. Вот. Ну, кто захочет, в принципе, найдет, посмотрит. Это огромное такое здание, большое, красивое. Там есть бассейн, бассейн огромный, там, большой. Ну, короче, там куча всего. И так получилось, что мы отдыхаем, значит, все хорошо. У нас начинает заканчиваться туалетная бумага. Но, как бы, она не вот прям чуть-чуть осталась. Она половина, наверное, где-то. То есть, этой половины дома мы можем пользоваться неделю-две. То есть, по чуть-чуть, отрывая экономию, все остается. После завтрака мы домой пришли, в номер. Стоит рулон туалетной бумаги. Ну, наша лежит там, и новый. Ну, я думаю, что он будет стоять-то в ванной. Думаю, там вода льется, ну, влажность, там, вот это все мокрое. Я ее убрала в шкафчик. Все, значит, на следующий день после завтрака мы опять приходим домой. Опять стоит рулон туалетной бумаги. Ну, так, я думаю, вроде бы вчера был. Или не был. Думаю, что-то странно как-то. Ну, ладно. Ну, что она будет там стояться? Конечно же, Наташа ее убирает. Я ее опять убираю в шкаф, открываю шкаф. И вижу, что там уже стоит туалетная бумага. Думаю, странно. Зачем она нам вторую дала? Короче, я туда ставлю. Ладно. На следующий день приходим домой. Я уже опять все забыла. Захожу в туалет. Там опять стоит. Третья уже. Я думаю, да что ж такое-то? Ну, да что ж она стоит-то опять, думаю. А мы все-все ту не можем никак потратить. Все никак. Ну, ладно. Я ее убираю. Так, наверное, туалетной бумаги штуки четыре она нам клала. Потом она, видать, поняла, что я ее убираю. И потом, когда мы уже просто ждали пятую, она вдруг нам ее не положила. То есть, блин, это было вот так вот. И, конечно, те четыре штуки, ну, мы их просто-просто не потратим за две недели. Ну, там, может быть, прошло, не знаю, неделю, допустим, за неделю. Четыре штуки мы не потратим. Естественно, мы их куда забрали? Конечно, домой. Вот так вот мы собрали туалетную бумагу. И это было, на самом деле, просто классно. Это было супер. Хотя бы домой увозишь. Ну, там плюс еще дают всякие маленькие такие шампунчики. Ну, я, честно говоря, не люблю. Они типа как пробники, что ли. Ну, а что там вот такой вот маленький? Разве вот эти вот волосы огромные помоешь? Таким вот маленьким. Чтобы вот такими вот, чтобы, вернее, помыть вот такие длинные волосы, таких маленьких, надо, не знаю, штук десять. Их просто не хватит. Допустим, помыться гель для душа, мне не хватало этого маленького. Вот там вот помоешься вот так половину, а вторая половина остается грязная. Мне не хватало. Не знаю, если только на губку. Не знаю, мы губки брали, не брали там туда с собой. Я уже, честно говоря, не помню. Короче, такая у нас была история. Никогда бы не подумала, что я буду это рассказывать вам. Вот, ну, решила рассказать. Думаю, блин, наверное, это интересно. Ну, нет, не что бы, конечно, интересного. Я думаю, что, в принципе, отдыхая где-нибудь вот так же вот на халяву, забрать домой туалетную бумагу, почему бы и нет. То есть вы платите за отдых, да, отдыхаете, вас там кормят. И плюс, допустим, еще вот так вот. Это интересно. Вот, может быть, кому-нибудь пригодится. Хотя, конечно, туалетную бумагу, да, ее можно купить. Видите, она не такая уж и, хотел сказать, дешевая, не такая уж и дорогая. Вот. Да, кстати, почему я это вспомнила, именно еще про туалетную бумагу, сейчас скажу. Обычно у меня свекровь покупает, оставляет туалетную бумагу. В этот раз она оставила какую-то суперски тонкую. Она вот прям, видно, она такая вот тонкая-тонкая, однослойная. Туалетная бумага однослойная, представляете? Я все время, знаете, походила по магазину и думала, почему везде написано четырехслойное, трехслойное там. Зачем это пишут? Думаю, написали просто туалетная бумага, мягкая. И все. Теперь я понимаю, зачем. Вот так вот однослойная туалетная бумага. Думаю, блин, а вот зачем она нужна? Ей ничего не протрешь. Чтобы, допустим, что-то протереть, нужно сложить ее вдвое. Тогда более-менее. Вот я сегодня высмаркивала нос туалетной бумагой ребенку. Блин, вот эта вот вообще, она просто тонкая. Она просто тонкая, она сразу стала мокрая. Там только вот в два раза. В два раза вот получается, как два слоя, кстати, такая хорошая. Складываем третий слой. Она уже поплотнее становится, такая классная. И складываем четвертый слой. И четвертый слой самый, наверное, классный. Можно купить, конечно, двух-трехслойную, будет достаточно. Ну и четырехслойная, кстати, очень-очень классная. Ну, блин, она реально очень тонкая. Не знаю, вам видно. А, вот так, кстати, вам видно. Если, допустим, вот эту взять, вот так вот, видите, она уже потолще, то есть тут 4 слоя, а тут вот, как же сделать-то, вот, кому надо увидеть разницу, то есть, блин, они, оказывается, существуют, они бывают, кстати, она была в обычной упаковке, сейчас, кстати, еще упаковку вам покажу. Вот такая вот, у нее обычная упаковочка, здесь написано мягкий знак, это, видимо, название, бумага тисненная, господи, я никогда не прочту, тисненная, тисненная, не знаю, что это, с перфорацией, не знаю, может быть, это типа рисунка, то что, больше особо, кстати, ничего не сказано. Вот она-то, как раз, кстати, и тонкая, ну, в принципе, здесь не написано, что она однослойная, может быть, вот тут вот, поэтому даже покупая, не знаешь, на что нарвешься, кому, может быть, понадобится штрих-код, ну, будете знать, мягкий знак, 100% целлюлезы. Вот так она выглядит, не покупайте, однослойная, ужасно, я не знаю, что ей протирать, просто получается, что вы просто переплачиваете деньги, просто переплачиваете деньги, зачем? Когда можно купить получше, ну, хотя не знаю, сколько она стоила, может быть, даже и можно сравнить, вы все равно будете ее, то есть, складывать пополам, да, то есть, вот она, ну, не знаю, даже вот что-то вытереть там, два слоя, ну, два слоя вот более-менее нормально, я ей вытираю иногда стол, но она же чистая. Иногда вот стол, ребенок что-нибудь там намусорит, ну, не намусорит, наляпает, и, чтобы не пащикать тряпочку мою, вот, я вытираю вот ей. Ну, она, блин, тонкая, просто больше никуда не денешь, и все, вот, я не знаю просто, куда ее девать, и лишняя вещь, то есть, блин, она довольно громоздкая, занимает много места, то есть, блин, это ужасно, ужасная туалетная бумага. Вот здесь вот еще, я вот эту достала, мне показалось, что она тоже тонкая, но нет, она еще такая нормальная, сочинская как раз, из Сочи, туалетная бумага, из гостиницы «Жемчужина», это вообще люкс считается. Там даже в этой гостинице «Жемчужина» можно встретить, а, ну, я уже говорила, певцов, мы несколько лет назад видели там, господи, как же его, Лепса, Лепса видели, да, вот, он там пришел на пляж, принесите мне полотенце, вы мне не то полотенце, а что вы мне принесли полотенце, как у всех, а я хочу другое полотенце, но он очень быстро побыл и ушел, видимо, он может быть в какое-то определенное время или какое-то другое, другое у них там место приходит, я не знаю, даже, может, там какие-то для звезд есть отдельные места наверняка, вот, ну, такой, вот, то есть там можно встретить кого-нибудь обязательно, вот, ну, очень классно, кстати, гостиница, и с утра на завтрак у них там шведский стол, и ты можешь набрать сколько хочешь и чего хочешь, то есть сколько угодно, но выносить с собой нельзя, как бы, ну, можно вынести, как бы вот так вот, вот, ну, если все начнут выносить, представляете, это можно просто всю гостиницу разорить, и все, а так, как бы, нельзя, но если ты выносишь, тогда уж, ладно, выноси, как бы, если ты уже сложил себе там, как бы, они все равно же выкинут это, не разложат же обратно, правильно, то есть, ну, тогда ладно, вот, и, конечно, там шведский стол, кстати, у них очень-очень богатый, ну, пока, на мере, вот, был года, ну, лет пять, лет пять назад, не помню, когда мы там отдыхали, может быть, даже еще до этого, может, даже дольше она, кстати, лежит, или, может, лет шесть уже назад, прям шведский стол был просто огроменный, я помню, как там раскладывали красную рыбку, и она, прям, просто забирали ее там моментально, просто, прям, очень быстро, вот, то есть, там, прям, кормят очень вкусно, разнообразно, прям, обалденно, вот, туда ехать, отдыхать, прям, одно удовольствие, и, конечно же, пляж рядом, не надо никуда больно идти, вышел по прямой, прошел, никакие там, ни лестницы, ничего, и, прям, вообще, супер, вот, все, на сегодня буду заканчивать, потому, что, мне кажется, я уже ролик записала очень-очень-очень длинный, наверняка, вот, такая с вами у нас была необыкновенная история, и даже на столе у меня здесь лежат целых три туалетные бумаги, напишите в комментариях, понравилась вам история или нет, мне это очень будет интересно, я стараюсь для вас записывать вот так вот ролики разнообразных историй, из жизни своей, 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 свояя, своею, вот, я думаю, что вам, наверное, это интересно, надеюсь, конечно, еще у нас с вами будет очень-очень много интересных историй, следующая история тоже выйдет на днях, вот, уже после этой тоже будет интересная, ждите обязательно, вот, с вами был канал Артмания, смотрите так, так, также смотрите другие ролики, другие истории, которые тоже были уже до этого, тоже разнообразные, интересные, даже, наверное, я создам плейлист отдельный, истории из жизни, я думаю, наверное, надо, напишите в комментариях, надо или не надо, для вас, все-таки я стараюсь, также, так, на сегодня это все, смотрите наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся, обзоры на технику, на продукты, на всякие шоколадки, там еще куча-куча всего интересного, и с вами был канал Артмания, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, лайки обязательно для вас тоже стараюсь, и всем пока-пока!